Привет, с вами Анастасия. В этом видео покажу, как вот такие забитые гелем и гель-лаком фрезы можно превратить в новенькие. Интересно? Продолжай смотреть. Для дезинфекции я использую ультразвуковую мойку. Нам также потребуется дезраствор, например, Dekonex или Barbie Sightot, который вы привыкли использовать. Берем сами фрезы и сначала помещаем их, например, на металлическую емкость и помещаем в саму ультразвуковую мойку. Далее нам нужно сделать раствор, добавить воду, либо, если вы пользуетесь уже готовым раствором, то просто наполнить его так, чтобы он полностью покрыл ваши фрезы. Закрываем и выставляем режим. Я обычно использую 480 секунд. Ждем, пока ультразвук сделает свою работу. Открываем и в большинстве случаев этого достаточно. Фрезы будут чистыми. Но если вы пилили какой-то очень мягкий или не полимеризованный материал, то также вам потребуется вот такая специальная латунная щеточка, которой достаточно слегка пройтись по периметру лезвий фрезы и она легко очистится. Это важно делать именно после дезраствора и ультразвука, когда фреза уже чистая и дезинфицированная, и тогда это не требует никаких усилий. Вот эта фреза керамическая у меня забита, например, черным неполимеризованным гель-лаком после моих экспериментов по дизайну ногтей. Ее я также очищаю этой щеточкой. После этого фрезы необходимо промыть под проточной водой и не забывайте о том, что латунную щеточку надо также дезинфицировать и стерилизовать, так же, как и все фрезы. В общем-то все, после этого мы моем и дальше у нас этап просушки и стерилизации, а как вы чистите ваши фрезы. Надеюсь, это видео было вам полезно, если это так, не забывайте ставить лайк и подписываться, потому что новые советы, такие же, как этот, и мастер-классы выходят каждую неделю. До новых встреч, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!